Выход другой — это понять, как не заболеть. Ну ладно, я понял ваши вопросы. Вы меня простите, но будет сейчас Высоцкий. Потому что Высоцкий даёт на все эти вопросы ответы. Несколько песенок. И вы поймёте, о чём я сейчас говорю. Ну то есть я говорю о настроении. И о том, что это всегда так бывало и бывает. Не то, что мы только сейчас в эту эпоху вируса начали жить. Смотрите, Высоцкий жил в 60-е годы. Это уже давно совсем. Ну не только обтирание, а также длительное движение, зарядка, посты. Это настраивает организм на победу. То есть шансы выжить и не заболеть вообще возрастают многократно, если человек использует всё это. Многократно возрастают. А если человек делает всё это, он вообще просто не будет болеть. Даже если вирус попадает в организм, не надо думать, что он всесильный. Если Вы его признаёте всесильным, значит Вы признаёте уже поражение. Видите, он говорит о настроении сейчас. Это очень важная вещь. Если человек настроен, вот допустим, Вы заболели у РВИ. Если у Вас настроение, то полежать, всё, я болею, полежать, ничего не делать, никуда не ходить, настроение вот такое. Всё. Сразу заказывайте себе земельку там, как бы под Киевом, где там. Узнайте, сколько стоит процедура, чтобы не сильно обременять родственников. Понимаете? Неправильно уже всё, с самого начала. То есть настроение – это очень важная вещь. Настроение означает иммунитет. Не сдавайтесь. Не лежите. Лежите, всё, у Вас нет активности в организме, ничего не вырабатывается. Движение даёт энергию огня. Огонь, иммунитет – это огненная энергия. Организм сжигает вирус. Поэтому нужно движение, нужна зарядка, нужен свежий воздух, но при этом не нужно переохлаждаться. То есть оделись нормально и пошли. Нужно питание, но питание так, чтобы без переедания и так далее.